Не просто персонажи мифов и сказок, а мужественные герои, которые стояли у истоков становления нашего государства. Речь идет о батырах. Доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук Казахстана и России Жан Батыр Сартаев 10 лет назад начал собирать информацию о храбрых войнах, которые отдавали свои жизни во время борьбы за мир и спокойствие в казахской степи. Исследователь поделился плодами своей работы со съемочной группой МТРК. Первым батыром был батыр в Джамбульском районе села Орталыксу. Это было в 19-м году. При этом надо сказать, что в открытии этих батыров нам помогла Национальная гвардия Республики Казахстан. Разрешил нам выехать в село Орталык на перезахоронение. Вторым батыром, который был более сильным батыром в Североказахстанской области, был Махтебай Дегайдарулы. Это батыр, который родился в 1720 году и попался в 14 лет на глаза Аблайхану. Через два года Махтебай-батыр уже участвовал в военных действиях. В 19 лет он сразил копьем сильнейшего джунгарского воина. Он предлагал Махтебай-батыру деньги, чтобы спастись, но он их не принял и выполнил свой долг. Махтебай-батыры, еще 40 батыров из Северного Казахстана погибли в Карагандинской области в июле. Они выпили воду из отравленного колодца. С этого места мы привезли позапрошлом году горсть земли и перезахоронили в село Баян Жамбульского района Североказахстанской области. Это было большое такое открытие для нашей области. Третье открытие было сделано Жанкеулу Жанатай-батыр, который создал свое войско и своими братьями. У них было 9 братьев, и все эти братья все воевали. И в конце концов он воевал. И в прошлом году мы открыли там мемориал. Открыли мемориал в селе Орнек, в североказахстанской области, в сельском районе. Четвертым батыром был у нас Жанатай Аханулы. Он, этот батыр, села Орловки, Айртаусского района. Мы участвовали в открытии мемориала этому батыру. В этом году исполнилось 300 лет со дня рождения Жанатая Аханулы. Храбрый воин служил в разведке у Аблайхана. Летом нам с Анатолием Андреевичем Плешаковым, кандидатом в исторический наук, профессором Североказахстанского университета, было определено место захоронения батыра из Жанбылского района, село Архангелка, Жанебек-Батыр, Тулек-Улы-Растеги. По всем нашим данным, археологическим, экспедиционным данным, нашими возможностями, мы уже знаем, что он участвовал вместе в Арбулахском сражении в 1643 году с нашими Агантаем и Жанатай-Батыром. После военных действий Жанебек-Батыр вернулся в Архангелку. Построил там медресе, обучал сельских ребят науки, а также боевым искусствам. Профессор Жанбатыр-Сартаев уверен, что крайне важно увековечивать имена храбрых воинов. Исследователь рассказал, что в Явлинке планируют назвать одну из улиц именем Жанатая-Жанкеолы. В Академии Национальной гвардии планируют поощрять курсантов, занимающихся наукой именными значками с изображениями батыров. Жанбатыр-Сартаев очень благодарен своим коллегам из Казахстана, а также из России за помощь в сборе важных исторических сведений. Профессор планирует продолжать поиск информации о батырах, чтобы публиковать и распространять ее. Он уверен, что не зная прошлого, невозможно построить будущее.